всем привет сегодня поговорим о некоторых вещах которые будут развиваться в ближайшие годы на линуксе это значит вот такие вот приложения application image flatpak и snap что это такое это значит такие приложения которые могут запускаться на любой операционной системе linux на ubuntu на arch linux на debian на gintu на susi на fedori на minti да где угодно значит один файл значит также у вас полностью имеется контроль над версией и можно ее как говорится обновлять независимо значит от дистрибутивов linux так как это дело выглядит вот показываю у меня значит вот здесь вот папочки так загрузках у меня было ну давайте посмотрим ну вот допустим читалка для книг да вот все что вам нужно будет сделать когда вы такой пакетик скачаете вот эту вот галочку поставить разрешить исполнять как программу все когда вы это дело делаете по нему кликайте два раза и вот пожалуйста у вас программа запускается с таким же значит вот успехом эта программа по идее должна будет запускаться на любом дистрибутиве linux но вот еще у меня что есть но открыто можно попробовать значит вот так вот выглядит крита пожалуйста значит ну вот можно это сокрыть вот так вот выглядит предложение крита все говорится ясно понятно значит вот тут и значит там типа учебник есть покрыть там и прочее и прочее и прочее и прочее значит ну так же я скачал еще одно такое приложеница очень часто я им пользуюсь вот simple screen recorder сейчас я пишу программы simple screen recorder с моего основного linux mint а ценамона но ну посмотрим второй раз она запустится или нет ну вот спрашивает вы хотите чтобы сделать там типа на постоянку значит ну вот я закрою это вот так вот еще одно закрою вот пожалуйста значит и здесь опять таки он запускается его можно там поднастроить и все у вас будет нормально работать а теперь значит что я сделаю значит у меня имеется значит а сейчас посмотрим на жестком диске имеется установленная по моему убунту 17.10 на посмотрим запустится эти пакетики на ней или нет и у меня на флешке было еще значит записано такая такая суси но скажем так бета-версия но мне нравится потому что у нее рабочий стол ценамон называется она вот так вот гека linux и размер у нее там один гигабайт очень такой небольшой но сказать мой любимый рабочий стол ценамон вот можно будет проверить как на флешке будут эти приложения значит работать или нет а значит опять таки ну тенденцию значит я вам сказал показал значит вот смотрите ап имидж flatpak и snap это вот три основные такие конкурента по новым скажем способом упаковки различных приложений для linux то есть основная идея ясна и понятна чтобы пользователь мог поставить себе любую операционную систему linux которая ему нравится там или arch linux или суси там или fedorus да что угодно но чтобы ему каждый раз не заморачиваться с установкой и настройкой своих любимых программ а чтобы они у него были скажем так в таких вот пакетиках которые можно проверить в смысле взять и запустить на любом linux ну вот допустим что я сейчас сделаю я значит вот возьму сейчас ну вот сюда перетащу вот эту программку криту перетащу вот эту перетащу даже firefox был и старенький был хромиум ради бога а вот на рабочем столе они у меня сейчас вот все есть и я значит сделаю для них папочку и напишу там например аппликейшн имидж вот и значит вот всех этих красавчиков ну просто напросто возьму сейчас вот сюда и перенесу вот они в этой папочке сидят значит мы проверили fb reader мы проверили криту мы проверили симпл скандриконер ну вот есть еще firefox я не знаю я даже не запускал нет ну тем не менее как видите запускается и хромиум и насколько я понял там из интернета вот хромиум запустился вот значит они еще значит вот эти вот пакеты они способны скажем так обновляться подробности я не вникал я просто сейчас рассказываю скажем так про общую тенденцию значит которая вот будет в ближайшие годы развиваться я считаю что это очень перспективное направление потому что единожды взяв и найти свои значит вот эти вот пакеты своих любимых программ и и чтобы была возможность их запускать на любом линуксе у пользователей будет просто напросто большая свобода выбора на какой скажем так ну операционной системе им работать ну пытался я найти как говорится свой любимый систем баг значит ну не в application имидж не в флатпаке не в снапе значит я их не нашел к сожалению ну может быть найдется умелис какой-нибудь который все таки сможет такое дело сотворить тогда я считаю что многие проблемы были бы более скажем так решаемые ну это вот таким образом теперь покажу как искать информацию по этому делу итак я открыл три вкладки в google хроме вот application имидж значит что тут у них значит имеется а также значит подробная статья на википедии значит по этому делу что это такое как говорится и с чем его едят значит ну тут идет реклама что простота бинарная совместимость дистроагностицизм то есть отрицание любого дистрибутива линукс просто работает на любом линуксе и все не требует установки не надо корневых там разрешений портативность и значит их можно запускать под любой операционной системы линукс ну что я считаю что это очень большой плюс значит ну а вот сама значит сам веб сайт application image.org мне он честно говоря не совсем понравился потому что они тут взяли выложили только одно значит приложение хотя сам линус торвольц очень оценил значит само это направление вот написал это очень-очень круто но в качестве примера вот они предложили только значит там попробовать значит вот этот вот поверхностный там имидж субсерфис ну и вот здесь вот они также вот дают ряд пакетов ну скажем так в список моих пожеланий и предпочтений они значит не очень-то вошли хотя вот некоторые значит из них я в отдельную папочку сложил здесь вот их двадцать один лист можно посмотреть то что вам нравится значит взять скачать вот только не забывайте выставлять ставить галочку на исполнение значит как программы а также значит вот есть информация завел словечко flatpack а также на будущее значит э э для различных э приложений э э тут вот пишут что э э погонка за множественными на линукс дистрибутивами значит окончена э стандалон то есть отдельные приложения э для линуксов практически имеется ввиду для всех линуксов здесь ну и опять таки значит вот имеется flatpack значит имеется тут приложение э ну тоже я не сказал бы чтобы они там очень были богатые ну вот линфон документы там library office погода и моно development э ну скажем так э люди только в самом начале пути э э вот они тут пишут что можно кликнуть э э доступны для федоры э 25 иновей для магии окон сусин там был вид там и так далее вот э ну что ну ну давайте вот э погода возьмем э э значит э погода на рабочий стол э давайте ее вот сюда э закинем посмотрим я даже ее не пробовал толком там как то что э ну и снап что такое снап э опять таки э э концерт опять когда я кинь regard пак siguiente на э в которых уже все приложение, как говорится, засунуто и которые могут работать на любой Linux операционной системе. Вот и все. Ну что, опять-таки, можно почитать статью, значит, там поискать на Википедии, но только не по немецкому Евротанцу, а ищите по Linux. Потому что значений, значит, много. Ну, поищите, найдете. Вот. Вот это вот относится к Ubuntu. Ну, давайте посмотрим. Вот. Здесь видите, как они сразу пишут. И Ubuntu, и Archie, и Debian. Вот сразу приводится список операционных систем. И очень хорошая такая, внятная такая реклама. Быстрая установка. Снапы ставятся очень легко, быстро, безопасные, автоматически обновляются. То есть, ваши приложения всегда находятся, ну, скажем так, в самой последней версии. Работают где угодно. Вот пишут, что снапы, значит, работают на любом дистрибутиве. На мобильных телефончиках и на, значит, на компьютерах, на рабочих столах, на десктопах. Значит, и вот пишут, что публичная коллекция снапов включает самые лучшие из них. Вот на Github пишут, что есть. Ну, давайте зайдем на Github, посмотрим, что тут на Github творится. Тут, значит, предлагается автоматическое создание и публикация приложений, программ для Linux систем и так далее. Вроде бы как не очень-то ясно и понятно. Ну, для тех, кто, в принципе, заинтересовался этой системой, просто важно понять то, о чем я говорю. То есть, какие в основном будут направления. Могут сюда добавиться еще и новые какие-то, скажем так, конкуренты. Но сейчас, вот на данный момент, значит, вот известны, значит, по крайней мере основных, вот три наиболее часто упоминаемых в сети, способа создания, скажем так, портативных приложений для Linux. Вот. Ну, а кто из них выйдет победителем, значит, посмотрим. Что я сейчас делаю? Значит, я сейчас заскочу к себе на флешечку. Ну, у меня на флешечке, значит, имеется Linux Cinemon, OpenSUSE Cinemon бета-версия. Ну, у меня, по-моему, на ней вот эти приложения тоже работали. Ну, посмотрим сейчас. И потом еще проверим, у меня на 17.10 на Ubuntu тоже кое-какие из этих приложений работали. Смотрим. Ну, сейчас вот я проверяю, запустил я вот это вот приложение Simple Screen Recorder. Посмотрим, как оно работает или нет. Ну, я проверил приложение, значит, это работает. Настройки звука выставлены нормально. Вот видите, OpenSUSE с рабочим столом Cinemon. А сейчас я просто-напросто вот зайду сюда и вот эту вот папочку из домашней папки. Так, рабочий стол. Вот. Вот я сейчас возьму Application Images, скопирую и вставлю сюда на рабочий стол. То есть, вот сейчас уже практически у нас идет абсолютно другая операционная система. Ну, давайте посмотрим на ней, там FB Reader будет работать или нет. Ну, может, пишет сразу установить, я пока отказываюсь. Он и так пока, видите, все нормально показывает. Дальше, допустим, Chromium. Ну, давайте посмотрим Chromium. Заработает или нет. Не может такого быть, чтобы уж все работало. Конечно, какие-то могут быть там затыки. Вот у меня флешечка усиленно моргает и... Очевидно, уже не хватает просто и памяти. Нет. А, ну, пишет, что нет соединения. Да, я даже пролище не возил. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот, давайте крипту посмотрим. Она, по-моему, интернета не требует. Ну, вот, видите. То есть, независимо от операционной системы, значит, практически приложение запускается. Ну, и вот представьте себе, что вы, допустим, накопили себе там со временем папочку, где ваши, скажем так, любимые приложения. Значит, а затем в свое удовольствие берете и экспериментируете с теми линуксами, которые вы считаете, что вам они больше нравятся. И на них запускаете ваши программы там без всякой там установки, без всяких там корневых доступов. И плюс, программы-то, которые вы скачали, они сами умеют обновляться, насколько я понимаю. Значит, вот в таком вот плане. Ну, сейчас я еще попробую скачать на Ubuntu 17.10 и там мы, значит, попробуем сделать запуск этих приложений. Ну, и сейчас папочку вот эту с приложениями мы скопируем. Ну, куда? Ну, давайте вот я могу поместить ее в документы, например. Какая разница. Ну, давайте проверим. Ну, что? Ну, FB-Rider проверим. Видите? Работает. Сеть я тут даже не проверял. У меня, по-моему, и сеть даже еще на Ubuntu не подключал. Ну, давайте Криту посмотрим. Крита тоже работает нормально. Это вот у меня собственный... Ну, суть, главное, в чем заключается? В том, что... Практически... Да, сети нет. Практически все дело заключается вот в чем. Я думаю, что вот эти вот приложения, набор ваших, скажем так, любимых программ, это может быть там LibreOffice, да что угодно. Вот. Если вот вы нашли вот такие вот пакеты, то они могут спокойненько запускаться. Ну, вот я не запускал еще по году, но она, скорее всего, тут не заработает, потому что погода, она требует подключения к интернету. Ну, это мы можем проверить, в конце концов, и на Цинамонит. На Цинамонит у меня, по-моему, нормальный интернет работает. Вот. Просто... Вот... Вам важно понять, что, в принципе, вот я рассказываю о таких вот брендах или о новых вияниях в плане, значит, упаковки различных там приложений и программ, чтобы вы об этом знали и периодически там поглядывали, не появилось там или что новенького, обладевали там новыми знаниями, значит, и собирали себе свою, скажем так, библиотечку. Ну, ладно, перескакиваем на Linux Mint Цинамон. Итак, значит, вот тут я нашел, значит, самых, ну, различных способов запусков снапов на Archie, пожалуйста, какую там команду надо завести, какую там в Debiani, на какую-то мансидоре, на Gintu, ну, вот на Minty, допустим. Значит, вот. Sudo apt install snapd. После установки... Ну, давайте посмотрим. У нас snapd назывался... Gnome Weather. А, нет, это был Flatpak. Flatpak. Ну, ладно. Значит, ага, вот имеется snapd 100. Ну, давайте посмотрим, что здесь такое. Ну, это добавить ваш собственный snapd и быть опубликованным в минуты. Мне бы хотелось бы попасть уже, скажем так, в магазинчик, где есть уже готовые snapd. но, очевидно, все-таки, все-таки, все это дело еще в стадии разработки. Но, тем не менее, значит, самое основное, значит, я вам все-таки дал, что существует существует вот такие вот виды, вот такие вот виды, значит, основные, значит, там, flatpak, snapd и application image. Application image, вот я уже показал, как он работает, нормально все, значит, и информация, значит, по flatpak, flatpak у вас, значит, есть, вот просто выводите поисковое слово по snapd, просто наблюдайте, там, скачивайте, если кто-то там найдет, скажем, магазинчик, хранилище, где имеется уже готовое, скажем, приложение, ну, скиньте их мне, сэкономите мне, как говорится, время, вот, здесь получается, тогда совершенно другая картина, понимаете, да, что, тогда уже у вас не будет такого особого страха, там, если там система поломалась, или еще что-то, да, все ваши предложения, сейчас флешки достаточно больших размеров бывает, можно просто будет хранить на флешке, вот, систему всегда можно будет переустановить или поставить там 3-4 самых различных дистрибутива линукса к себе на жесткий диск, если какой-то из них там полетит, тут же перескочили на другой, к нему эти контейнеры подключаете и в них работаете, вот, практически и все, то есть, это довольно-таки, я считаю, перспективный путь развития предложений для линукса на новом витке, то есть, независимо от операционной системы линукса, независимо от дистрибутива, у вас, ваши предложения, как говорится, будут работать, я в одном из своих уроков, помните, как-то говорил, что, в принципе, для пользователя даже сама операционная система не столь важна, как важны те программы и приложения, в которых он хочет работать, ну, вот, кстати, слова мои и подтверждаются, поэтому, значит, скажем так, не проходите мимо, возьмите себе на заметку, ну, а кто найдет, значит, хранилище с приложениями, там, со снапами, с платпаками и, значит, с аппликейшн имиджами, еще, это самое, ну, просто скиньте мне под видеороликом ваши ссылочки, я их там проверю, посмотрю, и остальным людям выложу их, как говорится, и у себя на кроке, и в видеоролике, там еще сделаю один обзорный видеоролик, вот, ну, ладно, я желаю вам всего самого наилучшего, всего самого доброго, и до новых встреч, 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 Продолжение следует...